Нестандартный подход к работе заметен уже с порога. У Лухской центральной районной больницы припаркованы скутеры. Пройти мимо не смог даже губернатор. Главе региона рассказали, ездят на них еще с 2013 года фельдшеры ФАПов. Попросили сами. С покупкой помогла местная администрация. Приобрели пять штук. Лухская ЦРБ оказывает первичную медицинскую помощь более чем 6 тысячам жителей района. Здесь детская и взрослая поликлиники, круглосуточный и дневной стационар. Работа по всем направлениям налажена. На МРТ, например, пациентов возят в Иваново по квотам. Но и сами укомплектованы неплохо. Современный флюорограф, рентгенаппарат. У нас есть УЗИ, пара среднего класса, который поступил в рамках проекта модернизации. К нему мы подкупили дополнительные датчики. И сейчас в связи с тем, что мы подготовили специалистов из числа молодых специалистов, мы делаем обследование, которое не характерно для учреждений нашего уровня. Это обследование, ультразвуковое обследование сосудов шеи для выявления сосудистого риска и профилактики острого нарушения мозгового кровообращения. Губернатор отметил и тот факт, что смертность в районе ниже, чем средняя цифра по области. Подход к работе местного главврача могут смело брать на вооружение коллеги из других муниципалитетов. Во-первых, мы находимся в хорошей больнице. То есть, если смотреть по цифрам, объективным показателям, это одна из наших лучших сельских больниц, которая успевно работает во многих направлениях. И прежде всего, что мне очень важно, это в кадром направлении, потому что редкие случаи, когда больницы практически 100% укомплектованы и людьми, и оборудованием. Отсутствие кадрового голода – следствие правильно выстроенной работы. Елена Малкова приехала в Лугскую ЦРБ сразу после медакадемии. Работает педиатром и оставлять поселок в ближайшее время не собирается. Все, что ей пообещали изначально, выполнили. Я получила миллион, как только сюда приехала, буквально через месяц, наверное, может даже еще меньше. Мне дали трехкомнатную квартиру, которая находится в 100 метрах от больницы. До работы добираться 5 минут, если медленно идти. И когда я сюда приехала, мне дали 20 тысяч выплату от администрации, видимо, для моего обустройства здесь. На территории больницы есть восьмиквартирный дом для врачей. Для некоторых фельдшеров снимают жилье и частично оплачивают коммунальные услуги. А потому, как привлечь кадры на село – никакой не секрет. Губернатор поручил главе района начать аналогичную работу и в сфере образования. Молодых учителей Луху катастрофически не хватает. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново, Лухский район.